приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам новости за последнее время которые произошли в игре мир танков а также некоторые подробности 23 февраля это праздник день защитника отечества и каждый год он в нашей игре празднуется что же нас ждет завтра ну либо же если вы смотрите 23 что нас ждет сегодня ну я так понимаю во первых у нас стартуют скидки за общее дело я так понимаю последний этап в общем деле мы не закроем поэтому получим скидки за четвертый этап также там еще за личный вклад у нас будут личные жетоны которые можно будет потратить я зашел на склад пролистал в самый низ там где парашютик открыл там какие-то жетончики и выбрал себе в награду я лично выбирал боны 400 бон я выбрал там еще какая-то информация была о том что мой личный вклад больше чем у 98 процентов игроков при этом я бы не сказал что я играл много примерно по три часа в день иногда по два но может быть для кого-то и это много для кого-то наоборот мало но тем не менее мой личный вклад больше чем у 98 процентов это первое что нас ждет второе 23 февраля у меня на стриме будет разыграно два прем танка один на ю тубе один навыка play life эти прям танки будут джессор 10 10 fb колесники британские премиумные 8 уровня средние танки с таким вот казалось бы небольшим апом как увеличение скорости поворота корпуса стало намного удобнее и приятнее играть легче крутить врагов легче подготавливаться к выстрелу все стало легче убегать прибегать в общем участвовать во всех событиях в бою стало намного легче из-за чего танчик стал намного актуальнее и легче в реализации если раньше он игрался чуть ли не как птшка какая-то чисто приехал на точку пострелял поехал на другую если надо там пострелял все то сейчас можно маневрировать и довольно таки неплохо да конечно пробитие специальным снарядом не слишком большое брони нет танчик большого размера поэтому все же танк скиллозависимый но он позволяет играть на достойно высоком уровне то есть танчик я считаю может быть не сверх там какая-то имба но очень хороший мне лично нравится также еще возможно 23 февраля будут какие-то бонус кодики если они будут я их буду в группе вконтакте в телеграме скидывать для того чтобы вы могли их активировать если подписаны на группу вконтакте или на телеграм также у нас началась вторая итерация общего теста патч 125 где тестируется нас линия фронта 9 уровня и там есть такая информация что помимо того что там привели в порядок под девятый уровень параметры пушек которые там у нас на линии фронта защищают деф еще привели соответствии с уровнем коэффициент доходности и все понесли как будто бы доходность апнули но здесь же не написано что ее апнули здесь написано а также коэффициент доходности техники приведены в соответствии с уровнем события на девятом уровне у нас прям танки фармят также как на восьмом дай бог если они так и будут фармить также как на восьмом если они действительно улучшили фарм на девятках в линии фронта и он прям там большой будет это конечно хорошо я ничего против не имею но просто тут не написано что его реально увеличили его куда-то там привели может быть он был настолько плохой что вы просто подтянули чтобы он хотя бы был такой же как на восьмерках а я скажу что в линии фронта на самом деле фарм уже далеко не самый там какой-то быстрый и большой в быстрых рандомных боях трехминутных с резервами фармится это быстрее также еще на тесте патч 125 можно выполнить задание в которых можно заработать день прямо 100 бон а также 5 личных резервов на серебро я считаю что 5 личных резервов на серебро не так уж плохо это то что не продается и обычно запихиваются в какие-то такие жирненькие наградки условия выполнения задания 15 раз попасть в топа 20 по опыту в своей команде выполняется понятное дело это в линии фронта также в патче 1 25 т95 е2 который можно было выбить и до сих пор можно выбивать из коробок путь воина который сейчас доступны из-за золота и за деньги т95 е2 переводит в прем статус то есть этот танк становится премиум нам я так насколько помню еще в следующем патче в 1 26 там или какой там по счету будет его еще и должны апнуть по крайней мере обещали также еще обновили внешний вид т110 е5 и т110 е3 ну честно говоря обновили и обновили немножко там больше потертостей немножко изменили форму лючка она стала более круглой но коллижен модельки не изменились никак поэтому честно говоря мне это изменение фиолетово также снова в патче 125 будут запускать стальной охотник я так понимаю он уже круглый год там работает я уже даже в него не захожу также изменили проценты выпадения марсианских коробок и чё там в них есть но с этими коробками будем разбираться когда они уже будут доступны также еще объект 261 вариант 4 это штурм сау есть сделали магазин до зарядки то есть барабан который сам до заряжается боже еще барабана мне не хватало там какие-то циферки на меня ли туда-сюда но честно говоря пока это тестируется и миллион раз циферки менялись и особо не вижу смысла на них обращать внимание тем более что я на штурм сау не играл мне эти цифры ни о чем не говорят также на супер тесте еще там тестируют изменения с картами там какие-то холмики нарыли там какие-то проездики наделали на различных картах но опять же лично мне это не интересно по одной простой причине огромное количество карт с огромным количеством изменений на супер тесте уже показывали миллион миллиардов раз и она даже не дошло ни до каких общих тестов до основы тем более такие карты как фьорды как только их там переделывали сразу же на супер тесте выпускали изменения как будут изменять карту дальше но опять же уже лет пять там наверно прошло и никуда дальше это не пошло поэтому все вот эти на супер тесте перекапывание карт это конечно прикольно но она не имеет никакого смысла и имеет смысл рассматривать карты когда они живут показывают что вот в следующем патче карта изменится вот так то то что там что-то понарыли по приколу на супер тесте лишь бы покататься как-то там что-то посмотреть это конечно весело наверное супер тестером нам это не дает ничего поскольку она потом может отложиться лет на 10 и мы это не увидим вообще а послезавтра мы это забудем зачем нам эта инфа непонятно ну и также еще поговаривают что завтра 23 февраля или уже если вы 23 смотрите то сегодня возможно нас ждет какой-то танчик в продаже возможно еще какой-то стиль защитника можно выбить из контейнера путь воина какой еще могут продавать танк на 23 февраля но может быть двухстволку советскую с нормальным калибром они как у некоторых фениксов может еще что-то новое завезут не забывайте что на стриме будет розыгрыш 2 прим танков разыграно они будут среди тех кто будет смотреть стрим среди активных зрителей на этом у меня все с вами был арч карате красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока субтитры сделал DimaTorzok